Всем большой привет! В этом видео я хочу рассказать о своих покупках, сделанных в этом году. И вообще, этот год был для меня достаточно насыщенный в плане каких-то парфюмерных открытий. Я думаю, что вы видели достаточно много роликов в этом году, самых разных. И я прослушала громадное количество совершенно новых для меня, новейших ароматов. Но я не могу сказать, что я осуществила прямо-таки все свои хотелки в этом году. Или хотя бы то, что я наслушала в этом году. Потому что у меня так часто получается, что я делаю свои покупки спустя определенное время. У меня бывают импульсивные покупки, да. Но и в этом году были такие. И поэтому было даже что-то такое, что я купила и уже продала. Но я больше говорю сейчас о том, что вот как-то мной было наслушано за прошлые годы. Или было в каких-то там перманентных хотелках долгое время. И вот это вот я осуществила. Кое-что я купила из желания поэкспериментировать. Допустим, забегая вперед, я говорю сейчас об ароматах Тициана Теренце. Кое-что вот я осуществила. А то, что я прослушала нового интересного, к сожалению, пока что я еще не успела добавить в себе. Допустим, мне очень понравился Эдис 90 с Сигнейча. Но я знаю, что этот бренд вообще прекращает свое существование. И, в общем, я думала о наборе тревелов. Не знаю, успею я купить или нет. Потому что мне кажется, что цена сейчас будет расти на эти ароматы. Хотя они были и так недешевые. Это, наверное, было такое, может быть, наиболее яркое впечатление вот этого года. До сих пор я не познакомилась ни с одним ароматом Фредерико Маля. И мне очень интересен вот этот вот бренд. Я уже себе заочно там нахотела хотелку. Это Оде Магнолия. Мне почему-то кажется, что этот парфюм должен мне подойти. В качестве чисто исследовательского интереса мне как-то так интересен портрет леди. Потом Rose and Cure. Или Cure and Rose, уже не помню. В общем, просто розные ароматы. Это немножечко так, как-то я к ним отношусь с уважением. Но я не сказала бы, что это прямо мое все. Но, тем не менее, мне очень интересно. Но даже пробники у этих парфюмов достаточно дороги. И, я не знаю, опять покупать вслепую. Но это надо заказывать какую-то определенную там, какую-то выборку делать, чтобы какое-то иметь представление о бренде. Вот. Или же, может быть, я так как-нибудь и сделаю. Не знаю. Или ждать, пока они у нас появятся в городе. Потому что нигде у нас они не представлены. Ни в частных магазинах. Нигде вообще. Ну, в общем, у меня есть к чему стремиться. Есть о чем мечтать. А пока я вам расскажу о своих покупках. И самой первой покупкой в этом году стали мюглеровские ароматы. И, в частности, это был Innocent от Мюглера. Вообще, этот аромат я купила, ну, так совершенно неожиданно для себя. Потому что я его знаю очень давно. Ну, лет 10, наверное, точно. В нем, безусловно, прослеживается ангельская тематика. И, если мне не изменяет память, по-моему, он раньше назывался Angel Innocent. Я могу, конечно, ошибаться. Но, в любом случае, вот какая-то такая легкая акварельная ангельская тема в нем есть. Он отличается от основного ангела. Это более такая его легкая версия. А мне хотелось ликерный ангел в начале года. Но так как я не смогла его себе купить. Я не смогла найти его вначале по адекватной цене. Потом, в общем, я перебила себе эту хотелку вот этим вот Innocent. Innocent, потому что он был доступен. Я его пошла, послушала. Конечно, это разные полярности. Вот совершенно. То есть это тот случай, когда за неимением того, что нужно, я начинаю вампирить то, что есть. И вот Innocent у меня попался. Попался. Он открывается так терпаковато, черной смородиной. Но, в любом случае, так как в нем есть много, ну, нечто от ангела, то здесь сладкие конфетные пролине. И вот этой частью он мне напоминает от Малинар аромат Нирмала или Нермала. Но только последняя, более фруктовая, она там маракуйя или манго и, в общем, тоже смородина, но вот с этими вот яркими, сочными фруктами. И она такой, в принципе, остается до конца. То есть такой мощно-фруктовый. А Innocent это пролине со смородиной, вдалеке вот это вот легкое дуновение ангела. И потом он трансформируется просто в мускусный парфюм. Такой легкий мускусный а-ля шампунька парфюм. В общем, мне он очень нравился. И я его носила зимой. Вот, относила вот такое его количество. Затем я купила себе еще один мюглеровский аромат. Это Alien Flora Futura. Тоже я его нанюхала в год выпуска. Ну, то есть, получается, в прошлом году. И мне он понравился, но он мне показался каким-то слишком легким. Хотя вот сама концепция аромата мне понравилась. Потому что он, наконец-таки, отличался от Alien классического. Очень кардинально. У меня есть классический Alien. И есть вот такой фланкер Alien Sublime. Ну, вот если здесь конкретно прослеживается вот этот Alien жасмин, ну, просто он более легкий. И там его все по-разному слышат. Как просто там весенние цветочки. Кто-то там черемок или еще что-то. То здесь уже совершенно другая история. И мне вот это очень здорово привлекло. Здесь основная такая слышимая... Основной слышимый букет это сандал, некое такое абстрактное розовое цветение и зеленые какие-то оттенки. В общем-то, я вам описала то, как звучит молекула Яванол. Это я прочитала у умных людей статью о том, что Яванол, в общем-то, ярко слышим именно вот в этом аромате. Ну, я не знаю, не знакома с этим аромоматериалом. Хотя у меня есть возможность познакомиться. У меня есть знакомый, который именно занимается духами, именно собирает духи самостоятельно. И у него много вот этих аромоматериалов. И мне очень интересно, но мне страшновато их нюхать, потому что это химия. В общем, я знаю, что ее надо как-то правильно разбавлять, но вообще это было бы интересно. Если вам интересно, вот интересен такой опыт, напишите. Но мне кажется, это уже более какая-то узконаправленная такая вот вещь. Но, в общем, если вернуться вот к этому Элиану, здесь, да, вот некие такие абстрактные розоватые цветы. Ну, сандал я как-то вообще не чувствую, то есть я чувствую что-то такое свежее. И зелень здесь похожа на сок алоэ, и из-за этого он становится таким экзотическим. Вот. И он достаточно легкий. Ну, если вам подходит вот эта химия, не вызывает там никакой головной боли, ничего, мне подходит. То классный парфюм весенний. Классный весенний такой вариант. Затем я себе купила, так, Железную Деву от Лютанца, то есть еще один цветочный аромат. Что-то в этом году меня так на цветочки потянуло, потому что я стала замечать, что мне немножечко поднадоела вот эта вся амбро-деревяшистая тематика. Все эти востоки, все эти деревяшки. И я поняла, что у меня очень мало цветочков, а надо бы. И вот я искала для себя подходящие цветочки, потому что мне не все подходит. Я люблю, наверное, больше, да, фруктово-цветочные композиции, либо какие-то шиприки такие новенькие, до которых я никак не доберусь. Мне вот хочется чего-то такого вот классного. Ну, в общем, Железную Деву от Лютанца вот сейчас пахнет цветами и шампунькой. Но мне нравится, потому что ароматов на тему вот этой вот такой свежести цветочно-шампуневой достаточно много, но все-таки здесь сделано классно. То есть он не звучит дешевкой, он милый и в разную погоду он должен по-разному открываться. Я его носила летом, и летом на мне это акварельная груша, ну, если говорить, допустим, отталкиваться от пирамиды. Акварельная груша и какая-то там вычищенная лилия, вообще без единой индольной даже капельки. Здесь я не чувствую металла летом, просто некий такой легкий, немножечко такой хлесткий, зеленоватый оттенок. Но в целом аромат, если вообще отойти от пирамиды, я воспринимаю как яблоневое цветение. Вот у меня так пахнет от яблонь, когда они там через гожи цветут мощные, когда они мощно цветут, когда там все белыми облаками. Если вы заходите под яблонью, вот похожий аромат. Он миленький такой, в общем, без каких-то там претензий, но мне он нравится, классный. Вот, и я себе добавила делину классическую, тоже фруктово-цветочный, мускусный, по-моему. Я вам показываю, вот это вот то, что я сносила, тревелик. И вот у меня было, это не тревелы, это рефилы, потому что есть еще набор именно с тревелом, который, ну, такой железный кофр. Я себе купила самый такой недорогой вариант, потому что, ну, вот этот парфюм, если его покупать именно в большой бадье, во флаконе большом, он стоит достаточно дорого. Ароматов хочется много, и я понимала, что, ну, тридцатку я сношу тут, три по десять, а больше мне не надо. Вот, и здесь уже совсем другая ситуация. Этот аромат такой, обращающий внимание на себя, то есть, если вы в нем, то явно его заметят обязательно. Он у меня идет как такой супер романтический, я его летом носила. Ну, очень привлекательно. Если железная дева, это, знаете, такая вот прямо, ну, монашенька такая, то вот это такая девушка-непрома. Я почему его купила? Мне очень понравилась Делина Эксклюзив. Я ее носила в Ялте перед отъездом в прошлом году осенью. И вот на берегу моря, в таком прохладном воздухе, Делина Эксклюзив была, ну, просто шикарная. Но Делина Эксклюзив не было в таких, в таком мелком формате. Только большой объем. И я решила, думаю, ладно, куплю я себе обычную Делину, хотя мне поначалу понравилась эксклюзивная версия, а классическую я даже не тестила. Ну, они достаточно похожи, но эксклюзивная версия, наверное, как-то посочнее и пофруктовее, что ли. Здесь как-то мускуса вот этого побольше. Но в целом аромат очень схож. Он такой хлесткий, и с ним надо, конечно, быть поаккуратнее. Но он классный. Пахнет розой, личи и какая-то вот такая зеленца. И он вот такой очень диффузный. Там, видимо, вот эти современные какие-то, я не знаю, молекулы или что-то такое. И, в общем, он свежий, летящий такой. Затем я себе купила парочку ароматов от Мемо. Тоже в тревелах. Вот эта вот Лолибелла, ту, которую мне так никто и не купил. И я купила себе французскую кожу от Мемо. Я уже ее продала. С этими ароматами я немножечко намахнулась. В каком плане? Я их тоже тестила в Ялте. И, знаете, на меня такая напала ностальжия вот этим летом. Что я вспоминала все ароматы, которые я там тестила. И все мне хотелось повторить. Но, в общем-то, когда я их тестила в том климате, жарком, в августе месяце, в пекле, то они очень быстро раскрылись. Не были такими яркими, подавляющими. И когда я заказала их практически вслепую, то это оказалось для меня слишком ярко. Французская кожа вот из этой парочки мне нравится гораздо больше. Но я ее все равно продала, потому что там очень много какой-то химии. Типа вот, может быть, амброксана. Вот то, что отвечает за вот эту свежесть. И у меня просто от нее болит голова. Но аромат безумно красивый, классный. Никакой он там не возрастной. Он просто такой стильный. Такой стальной немножечко. Знаете, такая мадам, которая прям по стенке размажет. И глазом не моргнет. Но, может быть, он, да, немножечко жестковат для меня в плане того посыла, который он несет. То есть я как-то особо в таком настроении не особо часто пребываю. А вот этот аромат, это просто такая сладющая вкусняшка. Мне кажется, Лали Белла, мне кажется, что он на тему. Я когда-то очень давно тестила Шапар Кашмир. Если я его хорошо запомнила, то мне кажется, что вот это что-то на вот эту тему. Вот. Но я не уверена. В Ялте он мне напомнил, знаете, как будто бы это что-то такое а-ля шалемаристое. Только без бергамота, без резины, без кожи. Вот просто такая ванилька теплая, сладкая. Там очень-очень приятно. Он качественный и все такое прочее. Но, наверное, я уже вот с такими ароматами, а-ля шалемары, оды шалемары, пускай они там варьируются в плане послаще, побергамотистой, менее бергамотистой или еще какие-то, я уже наигралась. И, ну, немножечко... Хотя, если, в принципе, так вот взглянуть на него, ну, может быть, зимой, если она к нам все-таки придет, потому что снега нет вообще, дождь, прямо почти что крымская зима в Курске. Но я знаю, что сейчас у многих такая ситуация. Вот. Может быть, по снежку он как-то мне и зайдет. Сам аромат классный, но я уже все, я пас насчет этих парфюмов. Вот это был пролет такой. Дальше, вот к экспериментам я перейду. Я решила себе купить аромат от Сициана Теренция. Я очень долго выбирала между... Мне очень хотелось, в общем, аромат из белой вот этой коллекции. То есть меня привлекают эти флаконы. Кстати, хочу сказать, что сейчас уже анонсировали новую линейку, которая придет весной и должна быть представлена в Регош Си Стар. Я когда услышала слово Си Стар, то есть морская звезда, у меня сразу же фокус внимания был направлен очень конкретно на них. И мне все понравилось. Мне понравились и флакончики, не считаю я это кичухой. Кому кичуха, скучные бы люди. В общем, мне понравилось в том плане, что это связано как-то с морем. Там даже один из ароматов назван в честь яхты Паула Теренция. А так как мне это все очень близко, в общем, мне это априори уже интересно. Но на тот момент, когда я выбирала ароматы Тициан Теренция для себя, то меня привлекла вот эта белая коллекция. И я, в общем-то, хотела что-то из нее. Вот я имею в виду вот эту. Я сейчас держу в руках Драко. Вот именно этот парфюм я выбрала себе. Выбирала между Кассиопеей, Андромедой, Драко и, по-моему, Орионом. Но Орион это вообще мужской для меня аромат. Кассиопея мне показалась детской. То есть это очень-очень приятная, ну такая, знаете, пудра от жвачки Love Is. То есть, ну не знаю. Дальше Андромеда. Вот она мне показалась поинтереснее, потому что аромат уже как-то, ну с каким-то стержнем. Но там очень много вот этого удового мускуса Цициана Теренцевского, специфического, который, в общем-то, не все выносят. И, в общем, Драко мне показался таким классным сочетанием. То есть здесь есть и от Кассиопеи, и от Андромеды вот эта вот смесь. И я не знаю, что еще нужно, если хочется вот прямо такого представителя все в одном. Вот из этой вот, если брать вот этих вот, вот эти три аромата. В общем, он мне очень понравился. Я его тестировала где-то пару лет назад, впервые, зимой. И на меня эти ароматы произвели жуткое впечатление за счет своего вот этого термоядерного мускуса. Но я потом с ними немножечко, к ним случайно подошла весной, вот когда я потом к лету купила эти парфюмы. И я удивилась. То есть, если их брызгаешь на одежду, то вот этот мускус, ну вот эта химия, она не раскрывается. И она действительно пахнет, ну мне не потом, как некоторые пишут там, ни какими-то там еще какой-нибудь физиологией непонятной. Мне пахнет растворителем. Вот действительно что-то химическое такое вот, прямо почти что вот растворитель. Но на коже вот это все как-то нивелируется. И вот этот вот мускус, и вот эта какая-то удовая такая вот нотка, она придает ароматам глубину и темноту. Но ароматы, конечно же, такие, вырви глаз, ими надо пользоваться очень аккуратно. Даже не в плане того, что окружающих вы задушите. Я, допустим, самостоятельно тоже не могу на себя много выливать этих парфюмов. И я думала, что я куплю себе драку и успокоюсь. Думаю, пускай у меня будет то, что они необычные. Я не тестила со спиро, у нас нет. У нас есть линейка В-Канте или В-Канте, дочерняя линейка Тельсана Теренса. Там тоже такой мускус. Но нет тестеров. Это не в сетевых магазинах, а вот в наших местных курсках. И, соответственно, для меня это просто было вот что-то такое новое, понимаете. Поэтому я это и купила. И, в принципе, не жалею. Хотя ношу нечасто. Потому что, конечно, от них устаешь. И они очень яркие. Я не знаю, куда вот такие боди по 100 мл. Их надо выпускать как духи было. Не знаю, максимум 30-ка. Это максимальный объем. И я думала, что драку я себе закрою вообще тема Тельсана Теренса. Будет у меня стоять такой красивый флакончик, где есть и мускус, и лав-из, и все дела. Но я все-таки захотела себе кирки. Да, этот аромат прям и любят, и ненавидят. Даже если вы зайдете на фрагрантику и посмотрите. Вот это было недавнее голосование по разным номинациям. Значит, лучший парфюм женский, самый худший парфюм женский и кирки стоит на верхних отметках как лучшего, так и худшего. В общем, я не помню точно, как называются эти номинации. То есть его сколько людей любят, столько же и ненавидят. И как раз-таки, я думаю, это та же самая проблема, как у многих вот таких ярких ароматов. Ну, во-первых, вот этот удовый мускус своеобразный очень. Во-вторых, громкость этих парфюмов зашкаливающая. Так же, как вот, допустим, у Лавея Бель. Это проблема этих ароматов, что люди, скорее всего, ими обливаются, а ими обливаться нельзя. Вот, это... Так, а про драку я не сказала, чем... Ну, я сказала, чем он пахнет. Это вот такая смесь дракон. Вот этот аромат пахнет очень классными фруктами, прямо-таки молочными. Маракуйя, манго, очень вкусными. Ни капельки, даже гнильцы нет никакой. Допустим, я говорила о том, что он немножечко напомнил варенье из императрицы, плюс вот этот вот фирменный мускус-тициан Теренцевский. Ну, вот так вот он и пахнет. Вот. Тоже, честно говоря, парфюм классный. Но вот побаиваюсь его иной раз носить вот из-за этих комментариев. Но ни разу у меня не было антикомплиментов на этот аромат. И, вы знаете, сейчас еще такая... Ну, это не сейчас. Это уже давно была такая мода говорить о том, что если у вас спросили о парфюме, вы не думаете, что он понравился. Может быть, он прямо так не понравился, но вам не хотели сказать. И там задыхаются от вас. Ничего подобного. Я думаю, что взрослые люди в состоянии понять, почему у них спрашивают и с каким настроением, и вообще, когда тебе конкретно говорят, что классно. Правильно? То есть, конечно, некоторым, может быть, этого очень хотелось. Но это не так. Вот. Поэтому на него были комплименты. Я его носила летом. Именно на кожу. И все классно. Но, не знаю. В общем, это вот как раз-таки два таких эксперимента, потому что ароматы действительно очень-очень такие яркие. Мне ближе... Вроде бы вся эта яркость, я все это люблю, но долго это все выносить, конечно, сложно, Вастенька. Дальше я купила себе аромат Эльборн от Карнер Барселона. Я его недавно продала, потому что амбровые деревяшки. То есть, аромат замечательный. Все классно. Сделан нескучно для древесного парфюма. Такой там замечательный медок открывается. Он качественный, стойкий. Все с ним хорошо. И при этом он не громкий, не подавляющий. То есть, ну, такой вот интересный парфюм. Но я поняла, что я больше... Я хочу, что чего-то другого. И, в общем, я его продала. Потом я себе купила все-таки Гучераж. Этот аромат, я бы не сказала бы, что я от него в восторге. Я никогда не была от него в восторге. И когда он был там на пике популярности, ну, мне было, наверное, лет 20, я его не носила. Мне нравились другие парфюмы. Я даже не знала, что это Гучераж. Я уже когда-то рассказывала, что когда я впервые его понюхала, ну, это где-то пару лет назад, наверное, я была поражена. Я подумала, что это что? Вот это вот. Это вот это вот. Вот этим пахло в транспорте от каждого второго. И причем я думала, что это за дешевый дезик. Но, вы знаете, по осени аромат интересный. Он какой-то такой... В нем сочетание мужского и женского. Все-таки это фруктовый шипр. И такие ароматы интересно бывает разнашивают. Но для меня это спокойный парфюм. Не могу его как-то вот описывать. Он открывается какими-то ягодами, потом порошком, потом немножко шипрой. Что-то такое. Вот. Все. Затем я осуществила свою хотелку, которая у меня как-то так нарисовалась, когда я поняла, что перевыпуск берлинской девы лютанца меня не устраивает. И я сразу же захотела купить берлинскую деву именно в старом варианте. Потому что именно такой я ее запомнила и такой полюбила. А все-таки перевыпуск несколько отличается. Да. А вот здесь вот эта джемовая, вначале прямо джемовая роза. В дальнейшем она трансформируется. Там немножечко зелени. Ну, совсем немного. И какие-то такие сухие розовые лепестки, как пыльца из сухих розовых лепестков. Почему я его купила? Я не любительница роз, вот этого розового масла и всего прочего. Как я считала, что я была не любительницей. Почему? Потому что, ну, во-первых, у меня не было какой-то сверхценности вот этого компонента. Никогда я не воспринимала его сверхценно. По памяти вот это болгарское розовое масло из детства. И как-то вот все, что напоминало, ну, я не воспринимала это как что-то такое, какое-то прямо искусство или что-то так классно сделанное. А затем роза у меня стойко ассоциировалась с Алуштой. Потому что там есть, я уже рассказывала, там прямо рядом в Алуште два километра поселок розовое, где растут вот эти розовые плантации для эфиромасличного завода, душистый мир. Все везде роза натыкано во все крема, вот эти вот, которые там производят. Гидролаты и так далее. Но вот этим летом, когда я вдохнула, у меня был отливантик вот этого аромата, все, для меня это было Алушта. То есть вот именно по этой причине, и правда, этот парфюм, я считаю, что это, наверное, одна из достовернейших роз, которая вообще существует. Потому что, ну, столько вот этого материала розного мной было нанюхано за все это время. И у меня в саду цветут розы. Но, может быть, розы живые вот так и не пахнут. То есть это больше похоже на розу, переработанную каким-то образом. Можно там пофантазировать. И варенье из роз, и... Кстати, тоже я его снимала в каком-то в прошлом, по-моему, году. И вот крем у них есть для рук с пудрой из лепестков роз. Тоже есть вот такой оттенок. Но аромат, конечно, сложнее, чем просто вот это вот все. В общем, для меня это ностальжи. Это классная-преклассная роза. И я ее себе поставила и рада, чтобы она у меня была. Вот. В дальнейшем, что я еще купила? Затем я себе купила аромат от Killian Some Like It Hot. Девушка, которая продала мне берлинскую деву, она мне дала отливантик вот этого аромата. И поначалу я его поразнашивала. Мне как-то поначалу он не приглянулся. Но чем больше я его носила, тем больше я понимала то, что аромат очень комфортный в носке. Что он меня не напрягает. Что в прохладном, таком уже осеннем прохладном воздухе он настолько красиво как-то вот с этим воздухом сливался. Вот просто в нем был какой-то подъем. Я знаю, что на него не очень много каких-то лестных отзывов, потому что кому-то он пылит, кому-то он кислит. Может быть, я ничего не отрицаю. Но мне он понравился, и я ни капельки не жалею, что я заказала себе вот этот вот флакончик. Здесь, ой, ну классный. Здесь роза с личи и с какао. Вот. Такое ощущение. Хотя там вроде бы как лесной орех, но немножечко как бы как ощущение какао. И вот этот лесной орех дает еще ощущение какого-то лесного воздуха. Вот прямо воздуха в лесу. В общем, мне он понравился. Да, он там сезонный, но я хочу сказать, а сколько у нас ароматов, которые мы носим вот исключительно по сезону. Я осуществила парочку с твоих хотелок люксовых. Это La Vie et Belle Absolue Великая и Страшная и Jador Jador TV парочка Абрама и Сарочка. В общем, я вот эту версию La Vie et Belle натестила в прошлом году прямо под Новый год. Мне вообще у меня была La Vie et Belle классическая, я ее подарила маме, не смогла я ее носить вообще. В общем, душно и сладко и липко и все такое прочее. Но в прошлом году у нас был классный декабрь, шел снег, прямо такая была зима. Я подошла к вот этому стенду с La Vie et Belle всеми, которые там у нас стояли и нанюхала себе вот эту версию Absolue. мне эта версия показалась вот самой роскошной версией La Vie et Belle. Да, она очень сладкая. Ну, кстати, здесь нет пачули, что мне понравилось, она не грубила. Здесь вот этот ирис и такая вот сплошная сладкая помада. Ну, в общем, ну, ну, в общем, он мне показался безумно праздничным. Это флакончик 20 мл. Кстати, это тестер. Я покупала его на сценте и многие парфюмы из тех, которые я вот вам сейчас показываю, я купила на сценте. Классный сайт, благодаря ему осуществила кучу своих хотелок. И, в общем, что бы я вам хотела сказать, что ношу его редко, но я не жалею, что я его купила, потому что вот иногда хочется, может быть, пускай это будет раз в год, но решила себе поставить, не лишать себя такого праздника. И Жадор в ТВ это версия, мне нравится гораздо больше классического Жадора, потому что тот у меня был в 12-м году и я его продала, ой, нет, подарила, потому что потому что там был очень такой химический стирально-порошковый мускус, но мне не подходило вот это сочетание и там были очень такие для меня кислые цветы. А вот эта версия ТВ это не тот вариант, который 11-го года, я уже почитала, если это действительно соответствует действительности, то был создан в 16-м году Жадор Люмьер там с мандаринками, с красными, в общем, и он был погорчее, послаще одновременно, не такой кислый, и затем вот этот Люмьер стал нынешний ТВ, оно вообще розового цвета, просто тут освещение такое, и вот это нынешнее ТВ это вот Люмьер, насколько я поняла из отзывов, писали в Диор, задавали вопрос интересующийся, и им ответили, что формула вот та же, что и в Люмьере, поэтому посмотреть пирамидку, если интересно, там, чем пахнет, даже на той же фрагрантике, лучше смотреть не ТВшку одиннадцатого года, а Люмьер, и мой флакончик семнадцатый, в общем, и вот именно вот это мне и понравилась ТВшка, но я ее натестила вначале в магазине, а потом заказала себе в интернете, в общем, классная, легкая, ненапряжная, да, еще недавно я купила аромат от Эли Саап Ле Парфюм Роял, я его забыла взять, честно говоря, забыла его захватить, но я в каком-нибудь из ближайших видео просто покажу именно момент, как я его сняла, когда я его покупала, в общем, он был по скидке, мне он понравился сразу же, это такое, знаете, сочетание мандарина сладкого, затем амбры и пачули, мне немножечко он кажется тяжеловатым в раскрытии, в целом он мне напоминает сразу же пару ароматов, я уже почитала, что некоторым он там напоминает кучу разных ароматов, мне он напомнил какими-то отголосками воду чудес эликсир от Эрмес, которая у меня была, но я ее продала, потом в нем есть какая-то пряничность по типу Сеншоус Нуар от Эстиллаудер, тоже продала этот парфюм, не знаю, он сейчас такой в синем флаконе, он сейчас стоит каких-то бешеных денег в интернет-магазине, не знаю, он, мне кажется, вообще не стоит этих денег, он пах немножечко какой-то хвои и пряниками, и вы знаете, в нем был такой очень явный отсыл к духам 90-х или 2000-х, такие были Сигара, помните, Сигара, мужские духи, и они были недорогие, и ими многие пользовались, допустим, там, подростки и мужчины, в общем, все подряд, и я помню вот этот вот запах, и вот эти Сигары, мне немножечко вот в этом Сеншоус Нуар слышны, но в Ле Парфюм Роял нет Сигар, но вот есть вот эта пряничность, похожая на Сеншоус Нуар, но в общем, как-то я к этому парфюму еще так вот окончательно с ним не определилась, нравится, не нравится, но в общем, ладно. И вот еще один парфюм, которым я закончу свой вот этот долгий и придолгий ролик, это Волчица от Лютанца, вот это вот уже была вполне себе осознанная покупка, я уже выставляла в сообществе его, и немножечко говорила предысторию, да, действительно, это первый аромат Лютанца, с которым я познакомилась, потому что, когда я читала все вот эти восторженные отзывы на Ла Парфюмерии, именно в теме о Лютанцах, я сейчас говорю именно о форуме, где собираются парфюмоньяки и обсуждают активно ароматы, там есть тема Сержа Лютанца, вот 12-й год, 11-й год, я там активно все это начитывалась и ходила в Эль-ДБТ и тестила вот эти парфюмы, и Волчица, ну, я думаю, что ей многие так восхищались, потому что один из наиболее понятных ароматов дома, ну, и в то же время я не могу его назвать каким-то неприятным, и я успела потестить Волчицу, тогда она еще стояла в полирояльном варианте, это был такой достаточно теплый миндаль, я бы не сказала бы, что она была холодная, и в базе он становился немножечко, чуточку, как будто бы пряным на моей коже, вот я так запомнила тот аромат, но это был один-единственный затест, и парфюм сняли, убрали из обычной линейки, и все, больше невозможно было с ним никак встретиться, возможно, если бы я перетестировала, то впечатления бы поменялись бы, затем в шестнадцатом году ее вернули, и я начала читать отзывы, и сразу же начали говорить о том, что ну нет, это уже вообще не то, но я наткнулась на пару отзывов людей, чему мнению я очень доверяю, вот как раз таки из тех, кто говорил о Волчестве еще в самом начале, и они делали параллельный затест и говорили, что мы не слышим отличий. Недавно летом я совсем уже подумала о том, что нет, мне не подходит этот аромат, потому что летом она на мне раскрылась в базе каким-то прогорклом кремом, и сейчас я услышала новость, что ее опять уводят вот в эти еще более дорогие флаконы, черные такие вот вытянутые, и я поняла, что я буду скучать по этому аромату, вот просто буду скучать, и мне вдруг закрылась такая мысль в голову, думаю, а может быть тестер был уже подгулявший, и очень была хорошая цена на сцене, на этот аромат, я сняла распаковку его, потом выложу отдельным видео, и покажу, то есть он там стоил вообще 3 350, уже сейчас он стоит дороже там же на сцене, и я решила его все-таки себе купить, и какова же была моя радость, когда действительно аромат, я думаю, что тот тестерок был слегка уже подгулявший, потому что пахнет изумительно, вот нежнейшая миндальная пудра, при этом это не будуарщина никакая, вот это знаете, какое-то плотное, вот именно что аромат очень нежный, и миндаль мне не кажется настолько термоядерным, вот как в том тестере, хоть и говорят, что ароматы лютанца в конце, когда их там количество переваливает меньше половины, начинают густеть, еще что-то такое, в флаконе я такое читала, ну не знаю, аромат не сладкий, вот так, чтобы сказать, что он какой-то сахарный, то есть это такая очень приятная гурманика, возможно я сделаю себе и возможно я сделаю ролик небольшой об этом аромате отдельно, потом расскажу, вот, в общем вот такие вот были мои покупки, думаю, что в этом году вот волчицей я себе закрываю тему покупок на этот год, потому что ну по сути это был практически как бы как под новый год подарок, и я жду ваших комментариев, обязательно пишите, расскажите, что вы себе купили в этом году, покупали ли вы что-то в этом году, делитесь своими впечатлениями, и также об этих ароматах, которые у меня увидели, мне будет очень интересно и приятно почитать, желаю вам всего самого наилучшего, встретимся еще в этом году, пока-пока!